И так, хотелось бы представить вам нашего спикера Сергея Вахрамов, разработчик Тиньков, ментор, автор Хаббер. Сегодня нам расскажет про свою историю взаимоотношений с тестами. Пожалуйста. Раз, раз. Всем привет. Как уже представили, да. Я разрабатываю в Тиньков, фронтендер, ангуляр-разработчик, менторю в финтех-школе, провожу собесы фронтендерские, пишу статейки и вот решил с докладом выступить. Доклад «Как я полюбил тесты». Но вообще тесты бывают разные. И что вообще такое тестирование? Это когда мы какую-то систему помещаем в какие-то условия и слушаем публичные, так скажем, какие-то параметры и смотрим, следим за их изменением. Вообще, о каких тестах мы поговорим сегодня? Сегодня это будут автотесты. То есть это те тесты, когда мы кодом тестируем код. Вот на картинке вы видите пример такого теста. Вот самая такая особенность – это то же, что я описал. То есть сначала мы систему как-то готовим, задаем ей условия и потом выполняем проверку. В разработке тесты – это когда с помощью какого-то конечного набора написанных тестов проверяется, соответствует ли работа программы ожидаемому сценарию. Вот. О чем мы не поговорим? Мы не будем говорить о технических деталях. Если вы хотите узнать про какие-то инструменты тулинга для тестирования, есть такая замечательная штука – это The State of JS. Это опрос об экосистеме JavaScript. И там на самом деле не только по тестированию что-то можно узнать про инструменты, про отношение разработчиков к чему-то. Вот. Там опрос о целой экосистеме происходит. И можно посмотреть, откуда респонденты отвечали на вопрос, какие инструменты они используют. И все вот в этом духе. Также в Тинькофф у нас есть свой сервис Тинькофф Technology Radar. Он на самом деле в публику вышел совсем недавно и активно дорабатывается. Что это за штука? Это штука, которая позволяет оценить уровень адаптации какой-то технологии в Тинькофф. Вот. То есть с помощью этого радара можете узнать, на каком уровне адаптирована та или иная технология именно у нас. Сразу скажу, что если вы там найдете что-то, оно будет задеприкечено или там на каком-то низком уровне использоваться, это не будет говорить о том, что все, технология мертвая, ее нужно похоронить. Вот. Ни в коем случае. То есть это просто сайт, который показывает, какие именно технологии мы используем и в каком количестве, на каком уровне они у нас адаптированы. Что мы вообще затронем в рамках презентации? Я расскажу историю развития себя как разработчика. Упомяну, может быть, какие-то моменты, ощущения, что со мной происходило, что я замечал. С какими проблемами сталкивался я, мои коллеги. Вот. Достаточно большой путь был. И все реагируют на какую-то ту или иную проблему по-разному. Расскажу отношение к проблеме людей из окружения. То есть если поспрашивать, да в принципе, наверное, не только протеста, а на любую тему людей, то мы увидим разрозненность мнений. Часто начинаются холивары. Если мы зайдем в какой-нибудь Telegram чатик, яркий такой пример, это, наверное, когда кто-то заходит в чатик по реакту и пишет, что Angular лучше. Я упомяну также некоторые технические инструменты. В частности, я затрону Git и расскажу тоже, как модели разработки, связанные с ним, процессы, повлияли на мою любовь к тестам. И, собственно, самое главное, я расскажу прям, как постепенно менялось мое отношение к тестам, к тестированию. Начало изучения разработки. Что тут можно сказать? Код я начал писать лет с 12 и прямо сейчас осознаю, что уже, наверное, почти 15 лет прошло. Вот. И видел много чего интересного. Но самое интересное начинается, когда ты устраиваешься на работу и начинаешь программировать то, что используют другие люди. Вот. Это, на самом деле, совсем что-то другое. Вот. Ну и что же я делал-то в самом начале? Я учился. Если возникала какая-то проблема, я хотел, не знаю, там, второй аргумент, функцию передать. Что-то еще. Неважно. Я гуглил. Любой вопрос гуглился. Ты что-то не знаешь, ты идешь гуглишь. Я гуглил любую ошибку. Если что-то видел красненькое, видел в дебагере непонятные какие-то символы, падение, еще что-то. Ты просто идешь и гуглишь. И я так же гуглился, что-то пошло не так. Ну, простой пример. Хотел нажать на кнопочку, чтобы открылось окошко, но окошко не открывается. Ты начинаешь гуглить, что же произошло. Стоит заметить, тогда не было каких-то такой большой популярности курсов, видеороликов, каких-то документаций, особенно на русском языке. Вот. И в текущее время это сильно, на самом деле, повлияло. Очень многие ребята, просто проходя курсы, уже начинают вкатываться в разработку. Вот. И тогда я о тестах не знал. Вот. И если бы мне, наверное, сказали, что код можно тестировать кодом. Да, ребят, послушайте, у меня куча других проблем, на самом деле. Какой еще код? Наверное, мое лицо было бы примерно таким. Я бы просто, не знаю, может быть, я бы даже и разработку забросил, потому что, действительно, с самого нуля это было бы для меня тяжело. Ну и ситуация из жизни. Фиксишь один баг, получаешь новый. Как вот на картинке, хотели вроде бы задеплоить, а продолбали. Это, кстати, реальный текст из гугл-переводчика. Вот. И на самом деле, вот слышу смех из зала. У многих такое бывает, наверное, да? Вам прилетел бажик какой-то, вы что, фиксанули? К вам приходит тестировщик, говорит, Серега, ты лучший, ты молодец. Баг пофиксился. Ну, у тебя теперь новый баг, держи. И ты начинаешь понимать, блин, ну, теперь этот надо фиксить. Вот. Какой был мой первый коммерческий опыт? Я пришел в Enterprise. То есть сразу начал вкатываться в большую разработку, в большой компании. И начал учить гид. То есть до этого я гид не знал, не знал, что это такое. Также мы учили модифицированный гид-флоу, который позволял разрабатывать параллельно несколько версий ПО. Вот. И забегая вперед, это очень классный опыт, на самом деле. Учите гид. Вот. Кто еще, не знаю, пользуется на каком-то базовом уровне, есть очень классная книжка «Гидбук.Сем». Вот. Можете ее почитать. Почему? Даже сейчас очень часто вижу вопросы у коллег, когда что-то идет нештатно. Вижу вопросы в телеграм-чатиках. Люди приходят, не понимают, как что-то работает. Вот. Поэтому это очень классная штука. Также я вкатывался в веб-разработку. Что стоит заметить? Вообще начинал я как мобильщик, но тогда рынок iOS для джинов в Уфе был очень-очень скудный. Не знаю, как сейчас, но что-то мне подсказывает, что он продолжает быть таким же скудным. И когда я вкатывался в веб-разработку, я ловил кучу сюрпризов от JS на самом деле. Тогда, в то время, любили на собесах, да и сейчас, наверное, любят спрашивать, а что же получится, если мы к единичке строку с единичкой прибавим, а если наоборот. Вот. И самое интересное, то, что я так не узнал про тесты, потому что на проекте их не было. И прошло несколько лет, и говорят, что их там до сих пор нет. При этом проблемы те же самые, они сохраняются. Теперь что же Enterprise сделал, когда я пришел? Есть вот очень прикольный график изменения стоимости строки кода в зависимости от времени. Он из книжки «Чистая архитектура» Роберта Мартина. Что он показывает? У нас по горизонтали это номер версии приложения, по вертикали это стоимость строки кода. Что это за единицы, я не знаю. Тугрики, доллары. Ну, вот какая-то абстрактная единица, наверное. Но тут самое важное – посмотреть на график и увидеть, как он растет. С каждой новой версией ПО строчка кода, поддержка ее разработка становится дороже. И я понимаю сейчас, видя своими глазами, как в тот момент компания активно набирала разработчиков, выходили новые люди, но фич мы больше не выпускали. То есть эти люди, они предназначались для того, чтобы по факту вот эти вот горящие баги фиксить. И тут же опять вывальцается ситуация из жизни. Ты фиксишь один баг и получаешь два новых. Два выделены не просто так. Их может быть три, десять. Поставьте то, что вам нравится или не нравится. И вот опять мем. Без мемов никуда вообще. Обновление приложения. ChangeLog. Мы все привыкли писать, что у нас пофикшены старые ошибки, добавлены новые функции. Но здесь разработчики оказались честными. Они просто старые ошибки пофиксили и добавили новые. Вот. Я продолжаю работать. И узнаю о тестах. Как я узнаю? Я начал изучать React. Чисто случайно вообще на Angular переместился. И смотрел курс. И что самое интересное, если вот абстрактно по курсам побегать, сколько занимает тестирование в процентном соотношении? В курсе было, наверное, часов 20-25 часов. Да, 20-25 часов по разработке на Angular. То есть база. И протесты там было минут 30-40 от силы. Чувак такой показывает. Ну, смотрите, вот вы можете вот это протестировать. Ну, вот это еще можете протестировать. И на самом деле каких-то вот не уделяется должного какого-то внимания тестированию. И ситуация опять же таки из жизни. Я начинаю опрашивать людей. То есть когда ты о чем-то узнаешь, ты ходишь к чувакам и спрашиваешь, как у вас. Ты ходишь по чатам, ты у коллег спрашиваешь, у других команд. И люди говорят, что у них нет тестов. Они их не пишут. И ты спрашиваешь про количество багов. Они говорят, баги у нас есть. Но мы тесты не пишем. Мы не пишем тесты, потому что у нас просто не хватает времени задачи делать. Очень часто нам говорят, что разработчик классный, если он делает кучу задач. Но не всегда так. Некоторые говорят, что они тесты не пишут, потому что у них лид против. Есть на самом деле такие команды, у которых лид яро топит за то, что тесты писать не надо. Ребята, вот нам бизнес говорит, мы топим, нужно топить. Нужны функциональности новые. Но тесты не нужны. Почему? Ну вот смотри, ты приходишь и делаешь одну задачу. Ну пусть будет два дня. Ну условно тебе еще день-полтора надо, чтобы это тестами покрыть. Ну к примеру, за эти полтора дня ты еще почти одну фичу выкатишь. Тесты это плохо. Поэтому давайте-ка мы не будем тесты писать. И как, естественно, менялось мое отношение, ну я понимал, что тесты это плохо. Потому что окружение, которое вокруг нас, оно очень сильно влияет на наше мышление на самом деле. Вот. И что же происходит? Я продолжаю работать и опрашиваю других коллег, хожу также по телеграм-чатикам и натыкаясь на людей, которые пишут юниты. Ребята говорят, у нас есть критически важные модули, мы их покрываем, нам этого достаточно. Если у нас что-то на фронте упадет, без проблем, как бы пусть падает, мы пофиксим. У кого-то, например, релизный цикл – это один месяц. И часто видел такое, что ребята три недели просто активно пилят фичу, и следующую неделю с горящей пятой точкой просто все баги, которые там есть, они ранжируют, то есть этот баг важнее, какой-то там влияет на работу, какой-то чисто визуальный, и начинают постепенно по важности править эти баги, фиксить. И зачастую не всегда получается успеть на самом деле. Релизы переносятся, либо там релизятся, и потом какие-то фиксы запиливаются. Кто-то говорит, у нас идеальная команда, у нас все тестами покрыто, код каверидж, все отчеты, мы следим, чтобы в PR-ах у нас там всегда процентик покрытия повышался, либо там не был ниже какого-то определенного значения. У них все классно, но есть же, как говорится, уникальные случаи, но есть ребята, у которых также все покрыто, но у них есть какой-то один сервис, который не покрыт ничем, он старый, его практически не поддерживают, но когда раз в полгода там запиливают какую-то доработку, его всем штатам тестировщиков тестируют несколько дней, ну просто потому, что они не могут позволить себе зарелизить такой вот сервис с ошибкой. И что же думаю я? Мое мнение, отношение к тестам, оно становится нейтральным. Я понимаю, что кто-то против, кто-то за, кто-то их пишет, кто-то не пишет, у кого-то есть на самом деле практики покрывать что-то одно, да, они считают, как-то определяют на проекте, что у них важно, покрывают какие-то определенные модули. И ходишь по телеграм-чатикам, люди тоже говорят, ну вот я пишу, я не пишу. И ничего на самом деле такого, каких-то резких отношений вот таких вот не возникает, резкого чувства. Что же происходит дальше? Я в Тинькофф устраиваюсь. И сначала все было на самом деле просто. Отношение также было нейтральным. Оно не менялось никак. Но я хожу по чатикам, у меня анбординг, я прохожу, не знаю, смотрю в гитлабе PR-ы всякие. И часто вижу комменты уже там в первые дни. Чувак, слушай, вот у тебя вот это вот, вот ты добавил, давай-ка мы еще вот такой тестик накинем, давай-ка вот мы вот это вот так вот протестируем, давай-ка мы вот так напишем. И оно было достаточно, продолжало быть нейтральным до одного момента. Мне прилетает первая таска. И у меня сразу тоже вот выходит пламя, тесты надо писать. Оказывается, другие пишут, так я же тоже буду писать, а я не умею. Я пришел, я их не знал, я не знал, что делать. И я просто понимаю то, что я не сдам свою задачу, если не напишу к ней тесты. Что я делаю, когда прихожу в Тинькофф? Я учусь, и мы на самом деле все как разработчики продолжаем учиться весь свой путь, весь свой цикл развития, наверное. И я писал юниты, учился писать юниты. Юниты – это такие тесты, когда вы берете какой-то отдельный изолированный модуль, тестируете. Что же еще я учился? Я интеграционнике учился писать, смотрел вообще, как это все работает. Интеграционное тестирование это вообще такое тестирование, когда мы какие-то логические модули объединяем по признаку, группируем и уже вместе группой проверяем. И что интересно, я в Тинькове познакомился с TBD, TBD, кому интересно, как хотите, называйте. И я на самом деле понял, как процесс разработки влияет на любовь к тестам. И сейчас я немножечко отойду в сторону, какие вообще процессы разработки бывают. Central Workflow. И сейчас многие скажут, оказывается, у него есть название. Это когда мы все напрямую в мастер пушим. Ну вот у нас есть основная ветка, вы сидите там в какой-то проекте, сами пилите один. Вы один-единственный разраб. Ну не знаю, если вы написите в резюме, что вы знаете, или там работали по Central Workflow, это, наверное, не будет плюсом. Ну это такая штука, модель, которая подходит, когда у вас один, два, максимум три человека. И довелось на самом деле как-то на одном фриланс-проекте поработать вот с такой вот моделью. Когда я пришел к чувакам, первый вопрос был, а где у вас там, не знаю, там GitLab, стэш какой-нибудь, да, как вообще ревью проходит. Мне чувак говорит, блин, какой ревью, в мастер-пуш сразу и все. Это был ад. Мне не понравилось. Есть еще GitFlow. Наверное, довольно популярный процесс разработки, методология, да, ветвления. Она достаточно сложная. Там есть, помимо основной ветки мастер-мейна, это есть ветка фича, ветка девелоп, ветка релиз. Но есть еще TBD. Это такая штука, которая характеризуется двумя или тремя типами веток. Это у нас есть мастер и фичи ветки. Причем фичи ветки, они достаточно маложивущие. И особенность в том, что разработка ведется с закрытием функциональности фичи-тоглами, фичи-флагами. И одна из таких, как сказать, наверное, плюсов или следствий TBD, у нас мастер-мейн всегда готов к релизу. Мы немножко отошли, и как раз-таки вот эта вот тема раскроется, но я все-таки решил оставить эти слайды, чтобы люди вообще понимали, как может вот такая вот модель повлиять на написание тестов, а самое главное, на любовь к ним. Есть такая штука пирамида тестирования. Многие, наверное, знакомы с этим. Но самое основное, чем можно фронт покрыть, это юнит-тесты, интеграционники, E2E. Вообще, почему пирамида? Снизу у нас получается самая низкая стоимость написания и самая низкая стоимость поддержки и самая высокая скорость. Скорость также и написания, и работы. И постепенно кверху получается скорость падает, а стоимость растет. Давайте посмотрим, как же у нас вот на проекте дела с тестами обстоят, с покрытием. У нас большинство юнитов, то есть примерно 70% кода покрыто юнит-тестами. Мы тестируем абсолютно все логические ветвления кода, чтобы мы, не дай бог, не упустили какие-то недочеты. Тут важна на самом деле специфика банка. Не дай бог, что-то у тебя не так поедет. Это может на самом деле нести критические последствия. У нас примерно 30% интеграционников. И на самом деле интеграционниками покрыты все сценарии взаимодействия пользователя с интерфейсом. Что еще есть? Е2Е? Ну, Е2Е у нас нет. Просто как факт, я на самом деле сам не углублялся внутрь, не изучал этот момент, но знаю почему. Почему от них отказались. Они были раньше. Они достаточно дорогие в поддержке, они часто бывают нестабильны. Например, бывало такое, что у вас Е2Е прогоняется на фич-контур, например. И где-то просто упал один контейнер, у вас иконка не прогружается, и все, тесты начинают падать. Сколько же вообще всего покрытия? Ну, очевидно, что не 100%, потому что покрыть все невозможно. Также есть у нас старые функциональности, которые покрыты не полностью. И на самом деле очень классная практика есть. Она у нас используется относительно, ну, недавно, наверное, полгодика. И рекомендую ее тоже себе на заметку взять. Если, это практика такая, если ты потрогал чужой код, то теперь он твой. Почему? Ну, вот представьте, вы делаете какую-то фичу или фикс запиливаете, да? А нет тестов. А так как принято вообще в проектах тесты писать? Докиньте тесты. Вы на самом деле сами будете больше уверены, что вы ничего не сломали, что все работает так, как нужно. Но вы в будущем упростите поддержку этого продукта. И коллеги вам точно спасибо скажут. Ну, я рассказал, как у нас все хорошо, все покрыто тестами. Что дальше? Я рассказывал про TBD. И что он нам дает на самом деле? У нас минимум конфликтов при разработке. Мы легко ребейзимся. Так как я уже сказал, ветки, они маложивущие. И у нас вот эта вот как бы основная ветка, она выглядит как паровозик, который быстро идет вперед. То есть разработка не прекращается, полреквесты постоянно мержатся. Они мержатся достаточно легко. Вот. Что же у нас еще? Я уже уговорил. У нас основная ветка всегда готова к релизу. Бизнес приходит и говорит, чуваки, вот у нас здесь есть горящая задачка, давайте выпустим и порелизим. Мы никогда, у нас даже не возникает в мыслях того, что, ой, блин, что-то надо написать. Ой, сейчас, это же еще релизить. Ой, блин. А вдруг что-нибудь еще сломается. Таких вопросов нет, на самом деле. Вот. И быстрое ревью. Так как все полреквесты, они на самом деле маленькие. Это одно из таких правил TBD подхода самого. Полреквесты должны быть маленькие. И тут фишка в чем? Когда я вот говорил про фича флаги, фича тогглы, вы начинаете какую-то функциональность пилить, вы закладываете для нее в первом полреквесте каркас и, грубо говоря, у вас может быть тоггл, а можете просто вручную написать if false. Это то же самое. То есть у вас никогда приложение в эту ветку кода не зайдет. И, ну, соответственно, ничего вы не поломаете. Но уже при этом как бы в теневую, да, где-то там начинает происходить разработка. Что вообще такое фича флаги, фича тогглы? Все понимают или буквально пару слов нужно сказать. Смотрите, фича флаги и фича тогглы это такая штука, ну, как мы их различаем? Фича флаги у нас лежат в коде. То есть у нас, например, есть места, где для приложения лежат его фича флаги. И мы их как-то называем и при разработке закрываем всю новую функциональность if-ами. Опять же, так там, if такой-то фича флаг, там, и так далее условно. Фича тогглы, чем они отличаются? Это удаленные флаги, грубо говоря. То есть зашел какой-то технолог в админку, говорит, Серега, тут у нас при отправке платежей в Узбекистан нужно обязательно указывать банк-корреспондент. Я говорю, окей, без проблем. Вот я фичу пилил, запилил тоггл, держи, заведи его в админке, включи, и у тебя все платежи в Узбекистан пойдут с обязательным указанием банка-корреспондента, как бы все несложно, все круто. То есть с помощью этих тогглов мы можем переключать работу какой-то функциональности, то есть у нас появляется ветвление. Какие же минусы бывают вообще у TBD? Это вот чисто сугубо, на мой взгляд, минусы. Тяжело джунам привыкать. Я так посмотрел, наверное, если бы я сам был джуном, мне было вообще очень тяжело зайти, потому что задачи нужно под задачи бить. И когда ты только начинаешь разрабатывать, нечасто ты можешь на самом деле понять, как же я буду вот эту фичу пилить, а если что-то пойдет не так, а где еще нужно что-то добавить, что можно учесть, что не учесть. И обычно для начинающих разработчиков, для стажеров, для джунов, им часто их менторы помогают, они разбивают как-то вот старю на саптаске, чтобы разработчик вот просто какие-то маленькие задачки делал кусочками. Ну, еще один какой минус, это больно PR ревертить на самом деле, если после него мержи были. Сейчас тут такая умная штука прозвучит, у нас в репе fast forward без мерж коммита, это когда все новые изменения, они просто накидываются дальше на мастер. И вот как раз получается вот этот паровозик. если после вас были смержены там еще несколько pull request которые еще ваш функциональность затронули, немножко больновато вот это сидеть руками, ковырять, понимать же там вот где нужно твои изменения, где нужно там кодик переписать немножко, чтобы и то, и то работало. Но какие же вообще у нас преимущества при релизе появляются при таких вот подходах тесты, TBD? Давайте посмотрим. Как я уже говорил, мастер равен релизу. У нас бывает часто такая специфика, что бизнес приходит и говорит, ребята, вышел новый закон, нужно продавать часть экспортной выручки, нужно запилить нотификацию клиентам, чтобы когда они заходят на такую-то форму, они видели, что часть их выручки там будет продаваться, будет необходимо продать. Вот. И на самом деле это очень крутая штука, когда у вас мастер может быть по релизу в любой момент, вы идете просто заводится, как у нас в жире блокер, и этот блокер, на него сразу отвлекается какой-то разработчик, он его пилит, и его можно тут же по релизе. И на самом деле вот это вот время от того, как тебе пришел бизнес, до того, как клиент увидит вот эту нотификацию, может занимать меньше часа. И представьте проект, в котором, не знаю, релизный цикл один месяц. Вы там первого числа порелизились, а у вас второго числа закон приняли, или там десятого. Вы, скорее всего, как-то будете с горящими там бегать, куда же мне вот этот фотофикс запилить, а там уже кто-то что-то там в девелопе уже понакомитил, а как же мне быть, откуда мне там вообще ветку отцепить, что сделать, я не знаю. И вы, скорее всего, вот так будете бегать. Что еще вообще, какие у нас преимущества? Сильно снижается нагрузка на QA. То есть сейчас у нас команда поделилась на две части. У нас один тестировщик, который успевает спокойно тестировать это фронт, бэк, мобилку на андроиде и на iOS. Вот. У нас Pixel Perfect скриншот тестирования. И на самом деле это очень крутая штука, которая помогает убеждаться, что клиент всегда при обновлении чего-то там, при написании новой фичи он увидит то же самое, что он видел до этого. Также плюсом будет то, что если мы делаем какой-то pull request по обновлению UI-кита, то просто перескринивается все приложение и вы на дефе сразу видите, а что у вас поменялось, то есть шрифты поменялись, ну сходил к дизайнеру и уточнил, типа, а что вот это мы там новые шрифты сделали, это баг какой-то там у нас что-то не загрузилось, ну вот как-то так, дизайнер говорит, что все ок, ну и вы как бы сразу понимаете, да, вот, что все нормально, идем дальше. На самом деле мы отказались от смок-тестирования, смок-тестирование это такая штука, когда вы перед релизом на прот обязательно какие-то сервисы, функциональности тестируете руками, вот, регресс это полное вообще тестирование приложения от и до, и на самом деле регрессы у нас сейчас происходят только когда мы глобально меняем UIKit, то есть у нас бывает такое, что например там поменялись брикпоинты, новые иконки, тени, стили, там где-то уголки скруглили, вот, в таких случаях мы делаем регресс, когда сильно обновляется либо, потому что там также внутри какие-то могут внутренности поменяться и приходится тестировать. Это все? Нет. Мы как разработчики, да, там если была бизнесовая составляющая, то здесь мы как разработчики не боимся зависимости обновлять и мы не боимся релизить. Мы сами уверены в своем продукте, мы уверены, что код наш работает, он работает так же, как он работал до этого. Вот. Уменьшается time-to-market метрика. И это круто и для разработчиков, и для бизнеса на самом деле. Вот. Чем классно разработчику эта штука? У вас все протестировалось, вы не тратите время на то, что у вас тестировщик идет, руками что-то чекает, дает добро, что вот, чуваки, все, можно релизиться, я вам разрешаю. Вот этот момент полностью пропадает. Из-за этого мифичи быстрее начинаем реализовывать. Как я уже сказал, меньше часа может занимать какая-то реализация какой-то вот маленькой функциональности для блокеров. И мы стремимся к авторелизам. Это continuous deployment. Когда вы мерзете в мастер, у вас все попадает на прот. И на самом деле у нас уже есть такие команды, например, главная страница, ребята, которые разрабатывают главную страницу в Тинькофф бизнесе, они так в принципе и работают. То есть у них пример же в мастер через примерно 10 минут, а то и меньше, все сразу попадает на прот. Какие подходы при этом используются? Ну, при разработке лучшие ревью и тесты. То есть на самом деле очень сильно, не то чтобы придираются, но прямо ребята читают, как тест работает, то есть говорят, может быть, что поменить, что дотестить, докинуть. Все ли это? Ну, пожалуй, да. То есть какие-то основные преимущества, которые, на мой взгляд, дает вот такой вот подход, это написание тестов, TBD, они сильно упрощают разработку. И мы не боимся, мы как разработчики можем просто легко ходить, запиливать пул реквесты, не думать, что вот здесь вот мы что-то поправили, нам новый баг прилетит. И, кстати, взял для себя такую практику, если ко мне прилетает баг, я обязательно ту функциональность, которую фикшу, обязательно покрываю тестами и часто интеграционниками. Вот. Тоже можете взять для себя на заметку хорошая практика. Но. Тесты не панацея. Как бы я тут красиво не рассказывал, что все происходит офигенно, тесты это крутая штука, все равно может что-то пойти не так в ситуации жизни. Фичу реализуешь, пайплайн прошел, все зелененькое, все классно, всем все нравится, тесты полностью написаны, код ломается. Ну, когда такое может происходить? Самый частый пример, например, накинули юниты, но у вас нет интеграционников, вы не видите, как у вас модули в связке работают. И в таком случае как раз-таки у вас поломается ваш код. Еще одна ситуация из жизни. Тут такой случай, от которого не застрахуешься вообще никогда, и никто не сможет от этого, наверное, застраховаться, не знаю, по крайней мере, был у нас такой случай. Приходит красная СДшка с самым повышенным уровнем горения пятой точки, к нам забегает бизнес, говорит, ребята у вас не видят личный кабинет, ваша страница пустая, вы сломаны. Окей, у нас все покрыто метриками, мониторингом, я захожу, никаких ошибок нет, люди контракты создают, платежи отправляют, проблем никаких. И типа тут анекдот про сисадмина возникает. Типа, если бы сисадмин работал в МЧС, здравствуйте, возле меня стоит 12-ти этажка, и она горит. Сисадмин в окно смотрит, здравствуйте, возле меня стоит такая же 12-ти этажка, желтая, но она не горит. Вот. И здесь примерно то же самое. Один клиент жалуется. Что выяснилось? Было расширение браузерное, которое отслеживает динамику цен на Алиэкспресс. И оно просто удаляло из дома ноду, у которой есть класс offers list. Как мы это пофиксили? Ну, название класса поменяли. А как от этого застраховаться? На самом деле потом мы просто открыли тред сразу же с кучей разработчиков. Там было, наверное, 100-200 сообщений, и мы пришли к выводу, что никак. То есть смотрели, да, на самом деле не застрахован ты от того, что если чужой код какой-то возьмет и выпилит там половину сайта тебе перехерачит, ты ничего не сделаешь. Это нужно принять как данность. Но имейте в виду. И что в итоге? Какое мое отношение стало к тестам? Тесты – это классно. Я стал на самом деле меньше стрессовать во время разработки. Я понимаю то, что если у меня что-то написано не так, тесты упадут. Вот. Какой минус в этом, наверное? Ну, можно доверять тестам. Какая-то функциональность может быть не покрыта. И к тебе все равно придет тестировщик и скажет «Серега, баг по фикшен, но добавлен один новый». Вот. Резюмиры. Даже если вам не нравятся тесты, а может быть вы про них никогда вообще не знали. Может быть вы элит и какой-то из сотрудников у вас, например, тесты писать боится, не хочет. Покажите ему этот доклад и может быть и вам или вашему коллеге тоже понравятся тесты, как когда-то мне. Большое вам спасибо. Будет ссылочка, можете отсканировать QR-код, если кому-то нужен доклад, он там опубликуется чуть попозже, примерно через 15 минут, наверное, когда уже закончится секция вопросов. Ну и либо заходите по ссылке. Спасибо за доклад. И сейчас у нас есть несколько минут на вопросы. Здравствуйте. Спасибо. Я думал, кричать придется. Так, первым делом я хотел поблагодарить тебя, Сергей, за хороший доклад. Прям некоторые моменты, когда слушал флешбеки прям возникали, вспоминая предыдущие какие-то проекты, над которыми мы работали, даже с тобой сталкивались. Вот, и вот видел скриншот про Роберта Мартина, и вопрос у меня возник. Использовал ли ты тест-драйвент девелопмент, если нет, хотел бы попробовать? ТДД не использовал. Вот, на самом деле не знаю, хотел ли бы, но я разговаривал с товарищем, который пишет по ТДД, и он мне рассказал такую штуку. это опять же такие вот ситуации жизни при ответе на вопрос. Мое мнение сразу скажу, я не знаю точно, может быть стоит попробовать, чтобы какой-то опыт появился, но по рассказам знакомого у них ТДД, они пишут сначала тесты, то есть что такое ТДД? Test-driven development, они пишут тесты сначала, и потом под эти тесты пишут код. Они пишут тесты, пишут код, потом приходит другой разработчик к тому, который фичу реализует, к тому, кто код писал, и говорит, чувак, у тебя тесты неправильные. И он говорит, ну мы фиксим тесты. И часто на самом деле возникают холивары, что правильно, а действительно ли тест неправильный, и на это очень много времени уходит. Хотел ли бы я прям вот с горящими глазами попробовать ТДД? Наверное, нет. Но просто попробовать, почему бы и да. Еще вопрос. Спасибо, у меня такой вопрос. кто занимается разбором всех этих тестов? Вы сами пишутся тесты и разбираете, или вы все на тестировщиках прикладываете? Еще раз, разборы тестов? Да, именно разборы. У нас такая штука, все тесты пишут разработчики, юниты, интеграционники, при этом для интеграционников тест-кейсы у нас в Алюре описаны тестировщиками. Есть четкий сценарий, по которому нужно тест написать. что за скринить, например. И мы работаем по такому сценарию. При ревью, когда мы добавляем тесты какие-то новые, ревьюют разработчики, тестировщики обычно не ревьюют. То есть они к нам приходят на доверие. Но есть также у нас команды, вообще одна команда в Тинькофф не похожа на другую. есть команды, которые у них например тест-кейсы описывают тестировщики и реализуют тоже только тестировщики. Есть команды, в которых реализацию тест-кейсов уже в интеграционниках тестировщики как бы ревьюят. То есть подход разный. У нас так, у нас это на разработчиках лежит. Тест-кейсы их написание только на QA. Спасибо. Вот рука там вижу. Вот-вот. Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой, скорее более личный. Ты заметил, как тесты, когда ты начал писать тесты, как изменилась архитектура продуктов, которые ты разрабатываешь и насколько сильно ты заметил это влияние? На архитектуру продукта спасибо за вопрос. На архитектуру продукта это, наверное, бы не столько, как повлияло. Я начал замечать, как я читаю код и вижу, как он работает. Это было и до этого на самом деле, но у нас есть такая штука в Angular это RXJS. Парадигма реактивного программирования это когда у тебя есть куча потоков, они все асинхронные, но ты их с помощью определенных операторов объединяешь так, чтобы они работали так, как тебе нужно. И после написания как раз-таки тестов стало легче читать подобные штуки. Ты прямо в голове, у тебя прямо в голове, можно сказать, вот эти вот линии, потоки идут, ты представляешь, как у тебя имитится значение в каждом из них и это в каком-то роде, наверное, облегчило написание кода. Все. Спасибо за доклад. У меня вопрос насчет того, как обеспечивать честность тестов. То есть достаточно часто на проектах, где тест является обязательным слоем приема pull request могут написать некачественные различные хрупкие тесты с некорректными стабами, то есть полностью отличается от того, что по факту будет на пройде. То есть ревьюер не всегда может погрузиться в бизнес-логику и так далее. Как вы с этим работаете? Спасибо. Так, ну смотрите, сейчас как бы тут отнотаю самое начало. При написании тестов у нас полностью ручное словесное описание. Мы видим, что вообще должен тест делать. Мы видим все условия нам на входе и что должен тест вернуть. Соответственно, от этого ты просто смотряешь и смотришь, совпадает ли реализация с тем, что должно быть. Это на самом деле проблема доверия, она возникает часто, возникает не только в тестах. И скажу сразу, если есть какие-то супер сложные важные фичи, мы пока еще не дошли до этого, но мы активно к этому идем. То есть, о чем я пытаюсь сказать, когда мы разрабатываем что-то, пытаемся выделить критерии, при которых тестировщику вообще проверять не нужно. Но пока на данный момент очень много PR-ов, они, очень много фичей, они проверяются тестировщиками все равно. Вот. И, ну, соответственно, если функциональность работает как надо, то и тест написан как надо. Это на самом деле такая проблема. вот у команды, про которую рассказывал, у них уже continuous deployment, вот, они к ревью тестов относятся очень строго и достаточно часто просят что-то еще прям накинуть совсем лишнее. То есть, на твой взгляд, это уже не нужно. Это как-то протестировано, но ребята прям настаивают и говорят, что, блин, докидывай. Ну, а тебе приходится докинуть. Спасибо. Еще вопрос? На один вопрос осталось время у нас. Добрый день, спасибо за доклад. Я, наверное, полную глупость спрошу, но нужно ли тестировать тестирующий код? Можно ли это делать вообще? Не знаю. Ну, вообще, можно ли автотестом протестировать автотест? Спасибо. Ну, по идее, можно. Ничего не запретит тестом тестировать тесты, но это уже прям какое-то масло масляное на самом деле начинается. И сами разработчики вот этих вот тулзов, они, естественно, тулзы, с помощью которых мы тестируем, они тоже тестируются. Вот. Но вопрос на самом деле интересный. Вот. Не сказал бы, что он глупый. У меня такой когда-то вопрос возникал, но честно, я тоже в ступор впал, я сам себе на него ответить не смог. Вот. Тут больше вопрос нужности, а нужно ли это? Ну, скорее нет. Вот. И нужно ли нам тестировать код? Ну, я вот пришел к тому, что свой код продуктовый, да, тестировать нужно. Вот. Как, примерно в каком соотношении про пирамиду тестирования интеграционники рассказал юниты. Вот. Наверное, как-то так. Нечего добавить. Спасибо, Сергей. Если у вас еще появятся вопросы, можно их задать в куларах на перерыве? Так, можно буквально, да, пару минут. Мы тут подготовили мерч, и хотелось бы за самые такие интересные вопросы подарочки выручить. Вот. это как... Так, вот сначала одни носочки у нас красивые. Это про доверие к тестам. Вот откуда-то оттуда задавался вопрос. Да, 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 да. Большое спасибо, очень понравился, держите. Так, следующий мне очень понравился на самом деле вопрос, который меня тоже в ступор вогнал. это вопрос, нужно ли тестировать тесты. Ну, да. Вот такая штука есть, даже у меня такой нет. Это кофер. Что из него, кофе пьют, да? В общем, вот товарищ, который задал вопрос про то, поменялась ли как-то архитектура ПО, когда я начал с тестами писать, я считаю, что это самый вот прям наибольший понравившийся мне вопрос и держи, этот кофер тебе достается. Всем спасибо, что пришли, очень много людей, может быть, встретимся еще на каком-нибудь из докладов. Это мой первый доклад, первый опыт и я надеюсь, что вам все понравилось.